Вообще, если разобрать последние изменения в российской риторике, в риторике российской пропаганды, то это можно описать одним словом. Мы проиграли войну. Это паника. И что самое интересное, выясняется спустя месяц ожесточенных боев, кровопролитных боев, убийства тысяч или десятков тысяч людей, что не так уж им нужна эта Украина. Сейчас на каждой кухне, в каждой гостиной, в каждом дворе все разговоры только о том, ну а что дальше, чем это кончится, чем это кончится. И я уверена, тебя об этом спрашивают твои друзья и близкие. Меня, конечно, я вот сейчас на праздниках была в Сочи. Отдельной народной республики в Сочи пока нет, но Маргарита Семен продолжает выгуливать нам свои яркие наряды. Это московско-армянская мода. Все наслаждаются. Но вообще, если учесть ее позицию в системе российской власти, то она там генерал. С большой вероятностью, ее позиция выше даже, чем у Соловьева. И подождите-ка, для страны, у которой все идет по плану, как говорит Владимир Путин, «Откуда взялся этот вопрос? Чем все это закончится? Ну откуда он взялся?» Как ни странно, мы страна немножко поменьше, но у нас сомнений нет. Все закончится. Изгнанием российских оккупантов и понемножечку, между строк, Маргарита Симоньян начинает приучать российское общество к этому результату. «Встречалась со всей своей роднёй, и у всех всегда один вопрос – и что, и чем это кончится?» И мы, конечно, каждый день думаем, чем это кончится. Я не вижу никакого возможного развития событий, кроме следующего. Первое. Они не остановятся. У них нет никакой мотивации останавливаться. Чем она занималась во время рекламных пауз год назад, вы не знаете, но это же, это, это страх. Это страх даже не за свою жизнь, а за положение себя в этой российской иерархии. А режиссёр не остановится, потому что режиссёру останавливаться зачем? Чем вредит эта война Америке? Ничем. Чем навредила Вторая мировая война Америки? Чем? Тем, что у них промышленное производство выросло в два с половиной раза. Тем, что они, наконец-то, вышли из Великой депрессии, которой даже Рузвельт не мог из них вытащить всеми своими знаменитыми планами и действительно полезными и важными действиями. И ведь не поспоришь с Маргаритой. Действительно, США от этой войны выигрывает в геополитическом плане. Все теперь с лёгким, нет, не лёгким, с презрением относятся к Российской Федерации и её президенту. Да, вот этому повелителю стерхов его просто презирают. И самое главное, Россию перестали бояться. Но тогда, если Америке это всё на руку, то, может быть, вот это предположение, что действия Владимира Путина, их можно описать исключительно как действия главного вредителя России. Человека, который обнулил достижения этой страны очень и очень. Ну как, если обнулил, значит ноль. Посмотрите на газовый рынок Европы, нефтяной рынок Европы. Они же оттуда брали деньги. Именно на этом базировалась вот эта вот российская наглость и позиционирование себя, как мы какие-то особенные. Тем не менее, они всё равно продолжали проваливаться. И эта война не приносит им ничего, кроме пользы. Поэтому у них нет никакой мотивации её не то что заканчивать, а нет мотивации её не педалировать и не повышать ставки. То, что у этих людей комплексы перед Соединёнными Штатами, это давно известно. Но давайте-ка проанализируем вместе, кто отдаёт приказы российской армии. ЧВК, не ЧВК, уголовникам и так далее. Кто правитель России? Кто царь России? Кто президент России? Джозеф Байден? И Путин выполняет его приказы? Или как? Ну, то есть, они понимают, что их втянули в такое дело, из которого они едва ли уйдут живыми. Я понимаю, что они здесь многих убьют и многое чего разрушат. Но они же исходили из других целей. Маргарита не сказала самого главного, о чём говорят в московских гостиных. Там говорят о том, эти псевдопатриоты, о том, что Путин старый и глупый, о том, что его обманули. Они действительно думают, что вторгнутся в Украину. Его как-то спровоцировали американцы. Специально, чтобы он заглотил наживку. И этого крокодила начали четвертовать по кусочкам. Чик-чик-чик. Курилы. Кенигсберг. Белгородская народная республика. Смотри предыдущее видео. Ну и подписывайтесь на канал. Они будут их повышать. И рано или поздно эти ставки для нас станут нестерпимы. Вот отправляет Британия... Сколько ты сказал? Сто из них бронетехники, да? Еще там позавчера было шесть танков вроде бы. Потом сразу восемь, потом сразу четырнадцать, сейчас уже сто. Но не танков, а единиц бронетехников. Ну понятно, я понимаю, что не все из них танки, но тем не менее. Сначала было грустно и точка, потом печально и точка, теперь ужас и точка. Они понимают, что Украина в рамках путинской демилитаризации вооружена и опасна. Да, они делают вид, что Украины нет как субъекта. Ребята, но воюете вы с нами, атакуете вы наши города, убиваете наших граждан. И не надо рассказывать о том, что вы воюете со Соединенными Штатами. Если это так, ну тогда что ж тогда адмирал Горшков, зайдя в Атлантический океан, делает электронные пуски ракет? Почему так? Потому что понимают, что если будете имитировать даже реальный залп в сторону США, вас просто уничтожат. Вот и все. Вот Песков заявляет, что эти танки горят и будут гореть. И слава богу. Я бы поменял. Они сто танков, мы им один Поседон. По результатам этой войны позиции Соловьева упадут в России. Да, Рейх останется. Но главное в этом дуэте будет Маргарита. Почему? Потому что вот этот вот товарищ слишком часто говорит про красные линии. А потом выясняется, нет красных линий. Если ты постоянно грозишь всем ядерным оружием, а тебе дают на земле люлей, твоих солдат, твоих сыновей, ну так в теории, отстреливают как бешеных собак, то это действительно вызывает только одни эмоции. Презрение. Презрение. И точка. Ну они же начнут повышать ставки так, что нам начнет быть ну как-то больно, понимаешь? И уже речь пойдет о безопасности собственно территории Российской Федерации. Вот это называется момент истины и ключевой момент. Россияне, что там, скуштували украинской земельки. И самое главное, повышение ставок, к чему, к чему приходит Маргарита. Она далеко не дура. Она уманейший солдат в Рейхе. Ну, солдат условно. Ведь воинское звание у нее, конечно же, генерал. Соловьев ей завидует. И уже речь пойдет о безопасности собственно территории Российской Федерации изначальной, без новых освобожденных присоединенных территорий. И я не сомневаюсь, что они сделают все для того, чтобы мы уже говорили о безопасности, в том числе о Москве. Хотя бы всерьез думали об этом, да? Зенитно-пушечные комплексы, панцири не только, уже на крышах в российской столице. Да, они там прячутся от украинских танков. Шутка. Но что она только что сказала? То есть, есть две России. Есть исконно российская земля. То есть, другими словами, территория России в рамках международного права. И есть некие вновь присоединенные территории, которым сердце Маргариты прикипело не сильно. И тем самым, они говорят, может быть, ну мы как бы отползем. Конечно же, мы скажем, что это все оккупировано и всякое такое. Да, к этому все будет идти. Тем более, уже анонсированы в начале видео поставки подводных лодок. Интересно, для чего? Как там Черноморский флот поживает? И чем это кончится тогда? Это может кончиться только условным карибским кризисом 2.0. Это может кончиться только непосредственной угрозой, озвученной, предъявленной угрозой ядерного противостояния. Вот как в декабре Владимир Владимирович Путин озвучил им наше представление о прекрасном. Что для того, чтобы не было сейчас очень плохо, нужно учесть наши опасения. Маргарита думает, что мы за ней не следим. А мы следим. И все ходы этих российских нацистов записаны. Тут она подводит к тому, что вот Путина не послушали год назад. НАТО не убралось на линию 1997 года. И поэтому началось полномасштабное вторжение в Украину. Так, Маргарита? И наше видение безопасности, и сделать это, это и это. Помним, как это было год назад, за два месяца до начала СВО? Это было проигнорировано. Что стало результатом этого игнора? Результатом этого игнора стало СВО. Только год назад та же Маргарита Симоньян писала, что так называемый ультиматум выдвинут НАТО Владимиром Путиным. Для чего? Для того, чтобы НАТО публично отказалось. Потому что ответ был очевиден. С какого это перепугу Российская Федерация указывает другим государствам, членам, кстати, НАТО, выходить из Альянса или не выходить? А откуда вы придумали, что имеете право рассказывать Болгарии, Болгарии, Румынии, или даже той же Венгрии, не говоря уже о странах Балтии, в каких союзах состоять? Она тогда сказала, я помню прекрасно эти тезисы, что, мол, это специально, Путин хитрый, он просто таким образом создавал казус Белли. Мол, нам отказали, поэтому мы напали на Украину. Чистый шпион выполнял приказ Джозефа Байдена. Но как иначе? Симоньян же врать не будет, что, а, нам поставят все необходимое для защиты себя. Да, мы здесь сильно изменимся. Мы будем самой боевой частью западного общества. У нас изменится система взаимоотношений внутри Украины. Но самое главное, мы будем испытывать чувство ненависти, вот эту украинскую людь, к российским фашистам на многие-многие поколения вперед. И сделал это никто иной, как Владимир Путин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok